мир тебе ольга с миром сестра так расскажи мне пожалуйста как ты появилась в нашем чате ты в этом году крестилась вместе со своей дочерью и с моей дочерью такой детский состав у нас был этом году расскажи как господь тебя нашел семья у тебя какая была как ты себя в детстве помнишь вот эту божью руку промысел как говорится самых начал своей жизни свой путь к вере в самом детстве он ну вот как я помню да я всегда знала что бог есть у меня не было как то такого но наверное все дети я не знаю я судя я сжу конечно по себе думаю все дети знают что бог есть как думаю Всегда знала, что он есть Каких-то детских Мысли какие-то детские были Наверное, какие-то были Свои Детские мольбы какие-то Молитвы какие-то были Но меня никогда никто не обучал Когда я увидела образ Икона была у мамы Я спросила Она что-то мне ответила Сказала что-то Образ был Две иконы были Иисуса Христа и Святой Богородицы Она что-то мне рассказала И все это как бы На этом Больше ничего Родители неверующие были Да, папа совсем как-то Никогда разговора даже у нас не было О вере Такого у нас не было И вот Как-то я жила Жила Потом В какой-то момент Всегда жила в деревне Очень много было работы И в какой-то момент У меня вот был Такой период жизни Что я утром просыпалась У меня уже сын подрос И понимаю Что он скоро Как бы Я не знаю даже С чем это связано У меня всегда были Эти мысли Зачем же я живу Ну зачем Ну я понимаю Что я сейчас встану Пойду в стайку Да Что у меня там Двадцать Голов Я понимаю Что без них Они Без меня Они не смогут Существовать Я понимала Это Но Никак не могла понять Ну это ведь Не цель моей жизни Вообще Я понимаю Что они не могут Сколько лет было Сколько мне лет было Ну это уже было Наверное Лет Наверное К тридцати Мне это было То есть О смысле жизни Ты в тридцать лет Задумалась Наверное К тридцати лет Так вот Может быть Немножко раньше Может быть Немножко раньше Ты в каком городе живешь? Я в Тюменской области Недалеко от города Тюмени живу И вот в какой-то момент Я работаю весной В огороде Слышу Злаяла собака Выхожу Выхожу так Из заднего Заднего Хода Смотрю Стоят женщины Стучатся Думаю Ну что-то принесли Опять продавать У нас все по весне Просыпаются эти Цыгане Там какую-то Аппаратуру продают Ну бесконечно Потому что В пригороде как бы И вот они там Пытаются все Что-то нам Доброе Принести в нашу жизнь Я подвыхожу Значит Разговариваю С ними Через забор Первый вопрос Их был А вы Верите в Бога? Я даже была Ошарашена Этим вопросом Как-то Ну помня Вот себя Конечно Да Ну иначе Как-то И Нет Непонятно Как-то Ну вопрос Как-бы Да И они начинают Продолжать Разговор По писанию Вот там В писании Написано Так Вот это Вот так Вот А я стою У меня судорожно Внутри Такое состояние Какое-то И я Ищу Какие-то В себе Там Ответы Почему-то Один вопрос Какой-то у меня Что это такое Кто это Почему это Какое-то Какое-то напряжение У меня внутри Я прям почувствовала Чувствовала Какое-то напряжение Они Это тебе уже Сколько лет было Это уже После Вот после Этого После вот этого Я не могу Вот сказать Как-то Наверное Вот прям То есть Ты задумалась О смысле жизни И Господь тебе Посылает людей Да Которые начинают Задавать тебе Еще дополнительные Вопросы И что это За люди Были в итоге Это было Были Женщины-еговисты Свидетели Да Свидетели-еговы Они Дали мне Какую-то Литературу Я помню Открываю ее Что это Вот Ну вот знаешь Ну Полностью Как бы Ну не читала Никогда Никаких Это У меня было Были Евангелия Было В доме Да Но никогда У меня такого Не было Что я там Допустим Что-то открывала Или кто-то Что-то мне читал Я не слышала Слов Божьих И я Они что-то мне дают Я открываю Что-то там читаю Что-то понимаю Не понимаю Ну вот что-то Внутри Противление Какое-то Я беру Евангелие Есть еще До сих пор Беру Евангелие Которое Осталось У меня От матери И Знаешь Я сейчас Понимаю Что Как бы Это сам Какой-то Прям Ну Какой-то Подход Такой Какой-то Как сказать Ну не совсем Христианский Подход Прежде чем Открыть Я Прошу Значит Прошу Какие-то Какая-то молитва Значит От меня Значит Я даже не знаю Каких слов Но я помню Просила Подскажи мне Подскажи мне Пожалуйста Я не знаю Что это за люди Я понимаю Что-то Противление Какое-то Подскажи мне Словами писания И просто открываю Понимаешь Просто открываю Гадаешь Да По книге Такое что-то Гадательное Открываю И начинаю читать И знаешь Вот Я вспоминаю Вот Это не раз Было Потом они опять приходят Я опять Открываю Аракул Да Что такое И каждый раз Я читала Придут Другие Смысл тот Что Придут другие Они будут вас Соблазнять Вы не должны Идти на их уловки И там Другими словами Я ведь понимаю Что не могу Открыть То есть ты Эти слова Прям Четко Понимаешь Да О чем Это Я прям Четко Я читала И я прям Это было Прям четко Написано Что придут Иные То есть Слово Божие Живо И действенно Для тебя Было Да Я тогда Не понимала Я сейчас Она заговорила С тобой Да Слово И они потом Уже И говорят Что-то Мне какие-то Вопросы Задают И что Самое Интересное Я Когда Я читаю Да Вот это В гадательном Таком Каком-то Темпе Кроме Этого У меня Еще Какая-то Приходит Информация Да Что-то Я еще Там Себе Черпаю Что-то Там Где-то Это И они Потом Мне задают Вопросы Я говорю А я как раз Читала Это Я знаю Понимаешь На слабо Взяли Они Они Мне так Да что вы там Знаете Как-то Вот с таким Вот самое Вы там Вот надо Вот так Вот так Вот так Вот Я говорю Я прочитала Уже Знаешь У меня был Такой Какой-то Настрой И я Действительно Вот Побуждение У меня Заложено Было В этом В этом Общении С этими Женщинами И я начала Читать Читала Евангелие То есть тебе Хотелось Им Что-то Противопоставить Своё Правильно Я не Да Я Ты их слушать Не хотела А хотела Что-то Своё Сказать Да Я Внутренне У тебя Да У меня было Противление И вопросы Когда Какие-то Были Задавались Мне Я понимала Что я Где-то Это Что-то Как-то Слышала Или как Я даже Вот Сейчас Понимаю Что Что-то Заложено То Что Оно Само По себе Понимаешь Но Как-то Вот Оно Уже Есть Я Просто Его Потихонечку Вот Как бы Вот так Вот Потихонечку У меня Открывается Я Нигде Не Была Я Его Нигде Не Черпала Нигде Не Читала Потому Что В Деревенской Жизни Мало Почитаешь Больше Надо Руками И Вот Прочитала Я Евангелие Один раз Но Читала Прямо Сказать Сейчас Понимая Уже Когда Окунулась Вот это Все Понимаю Просто Читала Вот Как Художественную Какую-то Литературу Понимала Не понимала Где-то Не понимала Пропускала Когда-то Иногда Там Допустим Ставила Какие-то Галочки Допустим Что-то Не поняла Там Какую-то Галочку Что-то Себе Прилепила И Никогда Больше Не возвращалась Потом Просто Пролистываешь Ага Что-то Галочка Раз Прочитаю Что же Тут Ну Так Вот Можно Быть Никогда Ничего Не разбирала Ничего Ничего И Вот Случается В моей Жизни Меня Ставят На Учет По Болезням Очень Серьезную Клинику У Меня Такой Раздрайв Я Понимаю Что Здоровье У меня Так Это Не Совсем Ладно И Не Вижу Никакого Никакой Поддержки От Своей Семьи Сын У него Тогда Стал Большой С мужем У нас Всегда Как-то Были Неполадки Кстати Когда Они Приходили Эти Женщины Он Всегда Говорил Ну Вот Насобирала Всех Сяких Сектантов Себе Понимаешь Привожаешь Их А я Заводила Их Они чай пели У меня Как бы Ну Этого Меня Как бы Заведу Их Напою И отправлю Они мне Там По конце Они уже Мне давали С миром Давали Я даже Смелая Смелая Я говорю Женщина Даже Не открывала То Что Они мне Давали Потому что Знала Что Это Но Не могла Себе Думаю Ну Как Неудобно Да Мне всегда Было Какой-то Стыд Прям Такой Индиозный И Вернемся Я Сижу Помню На прием К врачу Оглядываюсь Так Смотрю Люди Возле людей Мужья Возле женщин Мужья В очередь Была женская Такая Самая проблема Если Не мужья То дети Там Как кто-то Сестры У меня Нету Никаких родных Как бы Сестер Братьев И никого Нету Вот я сижу Одна Одна Со своим Вот этим Вот Горем И вспоминаю Что Когда-то В соседстве Приезжала Женщина Она Всегда Была В платке У нее Было Всегда В пол Одевание Такое Одежда Была Юбка В пол И от нее Прям Знаешь Я понимала Силу Какую-то В ней Сила Какая-то Была Сила Правды Какой-то Знаешь Я как-то Вот так Вот это Опишу И она Была Всегда Как тебе Сказать Уверена Потому Потому Что Она Я просто Ее Видела Со стороны И один раз Мне очень Было плохо Она Пришла И Помогла Мне Сделала У меня Очень сильно Болела голова И она Точечный Массаж Сделала Мне На голову И мне Помню Маленько Полегчало Тогда Я не знаю Даже Как я ее Нашла Вот этого Я не помню Ее Внешний Вид Он Тебя Как это Сказать Поразил Да Тебя Потянуло К ней Все Таки Я Думаю Что Я хотела Стать Такой же Наверное Или Как-то Вот Я не знаю Что это Было Для меня Но Я Понимала Что Она Другая На нее Посмотришь И она Другая Я Понимала Это И Не зная Что мне Делать Я не знаю Как я ее Нашла Следующее Что я Помню Что я Сижу У нее За столом Мы Я к ней Приехала Сижу За столом И Разговариваем С ней Я не знала Что такое Слово Исповедь Не знала Я Просто Ей Проговорила Мне нужно Поговорить С батюшкой Она Она Со мной Разговаривала Как бы Что-то Мне Говорила Я Понимала Что Что-то Там Есть Но Моя Моя Задача Была Поговорить С батюшкой Она Строила Встречу Я Разговаривала С батюшкой С батюшкой В этом В этом В этом году В этом году Всполнилась Баба Ягодка Опять Так Семь лет Назад Ты батюшку Встретила Исповедовалась Ему Да И стала Плотно Ходить на Каждое Богослужение Плотно Каждый раз Исповедовалась И причащалась И причащалась А крещеная Когда была Моченая В детстве Ну ты ему Сказала батюшке Что вроде как Крещеная Да И все Да Меня никто Не спрашивал А У меня Правильно Что Зачем Меня спрашивать Было И причинять Что там Как там Свечки берешь Главное И все И ты стала Сходить в храм В какой-то момент Я не знаю Сколько лет прошло Я Прям кожей Почувствовала Что Я не двигаюсь Знаешь Какой-то Сколько-то времени Я шла Да Я чувствовала Что я куда-то Двигаюсь Что-то Это самое Я помню Знаешь Одну свою Исповедь Говорю батюшке Батюшка Не понимаю Вот Вы читаете На службе Евангелия Я не понимаю Что вы читаете Что-то исчезла Картинка Все появилось Дальше И он Ответил Ну это Ничего страшного И выход И Как бы Что мне Никакого Как бы выхода Мне не было указано Ну ничего страшного Мы потом На просьбе После Мы объясняем Места писания И как бы Ты все Все равно Ты знаешь Но иногда Бывает С местами Писания Которая Прозвучала На Литургии А иногда Бывает Знаешь О Каких-то Миротворяющих Иконах Иногда Каких-то Святых Ну вот Что-то Такое И оно Как-то Не всегда Бывает То есть В храм Ты просто Ходила Отстояла Службу Там В воскресенье Причастилась И ничего Не понимая Ушла Да Мне никто Ничего Не объяснял Там были Занятия Занятия Там были Я один раз Осталась Там почему-то Так сильно Кричали Не знаю Причина Какая-то Была Я бы Один раз Попыталась Что-то Сказать Что-то Говорила А кричали Почему Что-что Я уже Я не помню Спорили о чем-то Или что Спор какой-то Обор Я не Я почему-то Не стала ходить Не знаю Тоже Почему Я не ходила Как бы Женщина Это тоже Никогда не ходила Но Ну в общем Время шло Ты не получала Удовлетворения Да Вот От своего Хождения Так как Тебе Непонятен Непонятен Был смысл Вот ты пришла Кому-то там Помолилась Да К иконам Приложилась Там Поцеловалась А дальше-то Что Что в этом Вся жизнь Что ли Так да Получается То есть Какой-то Ты не обрела Да Я когда Я поняла Что что-то Не так Я перестала Причащаться Я у меня Какой-то Возникло Какое-то Страхование Такой Страх был Внутри Потому что Все-таки Читаем Да Перед Причащением Сам Причащаешь Я прям Там Когда Вот это Вот меня Эти вот Слова Вот этих Вот Молитв Я поняла Что Можно Причащаться Как бы Не совсем Как бы То есть Ты понимала Я понимала Меру Я как-то Практикнула Меру Ответственности И я перестала Просто Причащаться Ну В храм Ты ходила А причащаться Не причащалась Да А уже Не каждую Как бы Службу Причащалась Потом Совсем Перестала Ну как Через какое-то Время Я Все-таки Причащалась Но потом Совсем Перестала Причащаться Все-таки Как ты Игнатья Тихоновича Нашла Мне вот Эта женщина Сказала Вот нужна Отцама Я тогда Слушала Не только Игнатья Тихоновича Вот Слушала Выпала Мне из головы Фамилия Ну Первый раз Ты о нем Когда узнала Где-то Вначале Я его и узнала Но он был Такой Горячий Горячий То есть Это 7 лет назад Ну да Где-то 7 Может 6 Ну вот Где-то Я не могу Ну как раз Вот эти его Первые ролики Пошли И получается Ты их начала Смотреть Да Я не Не как бы сказать Не плотно смотрела Не так Какой выйдет Такой Когда-то у меня были Прям какие-то Такие моменты Ну Идешь ведь по жизни Не всегда там Что-то перекрывает Я сейчас понимаю Что Ты можешь Хочешь Не хочешь Надо Не надо Там допустим Что-то да Что-то отвлекает Я понимаю сейчас Просто берешь Все Делаешь И Слушаешь Читаешь Смотришь Потому что Это На первом месте Должно Духовная пища Это первая Первая Потому что Это все Вот это все Оно не важно Как ты к этому пришла Что на первом месте Духовная пища Вот этот вот Путь Он был очень Как-то Болезненный Для меня Вот и первая Вот это вот Когда я нашла Вот эту женщину Да И когда начала Ходить Потом У меня Ты исцелилась Потом У тебя Исцеление Я исцелилась Я начала Ходить в храм И Исповедовалась Пошла На очередной прием Мне сказали Что у меня ничего нет Но Остались Какие-то пути И все-таки Меня Раз я стояла На учете Меня довели Уже до хирурга Я сидела Также К хирургу Уже на прием Тоже Также одна И Когда хирург Меня посмотрел Он сказал Думя операбельная Я так испугалась Он говорит Ну разрежу У вас Но я там Ничего не найду Потому что Такая форма Она даже Незаметна Вот я вижу Ее на Снимки Вот она Вы чувствуете На ощупь Ощущаете А я когда разрежу Я ее не увижу Вот так Ладно Мы не будем Подробностей Все медицинские В общем Господь тебя Исцелил Как бы то ни было Ты к нему Обратилась И он тебя Исцелил Дальше Уже все Ты уже Здоровая Смысла уже Нет ходить Понимать Ничего не понимаешь Дальше ты живешь Своей жизнью И что происходит Нет Нет Подожди Как ходить Нет У меня такого не было Я понимала Что Меня исцелил Но что Что дальше ходить Если я не понимаю У меня такого не было Я просто У меня какой-то был спад Я понимала Я понимала Что-то надо Где-то Что-то Где-то Еще Что-то Где-то Что-то Искать Куда-то Идти Я понимала Что вообще Путь-то Он где-то Есть Но где его Надо просто Найти Жажда Слова Я потом второй раз прочитала новый завет потом мне в другом храме дали библию я прочитала ветхий завет это уже было после и в какой-то момент я падаю я понимаю что все ям было очень тяжело падаешь духовно или физически духовно духовно падаю было очень тяжело я понимала грехи да какие-то ты совершила какие-то грехи в грех да но получается когда ты в храм начала ходить у тебя были какие-то грехи ты от них не не отошла так я не могу это наверное со стороны виднее я не могу я просто еще не не осознаю может быть когда-то там не придет ну ладно очень у тебя падение и дальше и все я стою я очень очень долго получается я очень долго мучилась я вообще и кстати когда я первый раз искал эту женщину я тоже очень сильное падение было и я вот могу сказать одно что этот путь который я прошла он очень больной чему-то нету такого чтобы прям там было конечно отпускала но чтобы меня заставить развернуться от этого всего я шла через боль и вот когда я была вот совсем в раздрайвер таком я бесконечно ревела просто день и ночь понимала что ты стою на душевные муки да тебя совесть мучила да я стоял а выхода ты не видела до выхода из этого нет я не видела и в контакте телефон у меня в контакте приходит уведомление что изучение она периодически мне приходила всегда но я как-то не относилась к этому как-то самую серьезно никогда не слушал когда не прослушивала и тут я включаю и слышу такие слова православные должны быть вместе а до этого еще я осталась одна понимая мое падение вот эта вот женщина просто сказала что но она мне как-то обетняла как-то стучалась до меня она сказала у меня нет сил у меня нет сил тебя вытащить и она просто отошла нам я умываю руки и просто отошла от меня и оставила мне одну я осталась одна меня понимала это все как-то еще у тебя же дети были одна в каком плане дети муж муж где был а все уже тогда уже не было ничего муж уже ладно ну да он он никак не мог воспринять то что я в храм там целая эпопея было говорю очень тяжелый этот путь был он даже иконы кидал топтал там такое было ну как обычно нет он собирался уходить я просто помню как я молилась чтобы бог отвел он просто мне кажется это божий промысел я наверное не смогла бы больше наверное как я не знаю ну бог отвел я не поняла ты ушла или он ушел как ты осталась одна без мужа он ушел у тебя сколько детей одна дочка у меня осталась а сын ушел с отцом он уже был взрослый после армии и вот то есть отец забрал сына ты осталась с дочерью да они до сих пор как бы вместе и меня никак не воспринимают хорошо тебя появляется вот это вот сообщение о занятиях и я слышу там слова что православные должны быть вместе друг друга поддерживать я вот эти вот слова услышала по моему эти слова говорю в числа я как-то пыталась поискать это занятие это занятие было кстати откровение где-то в начале начальные главы какой год это в прошлом году где-то прошлом году после пасхи это было нет ни в прошлом году значит это в этом году после пасхи это было это в этом году после пасхи я для меня тоже вот это вот было вот этот вот я встречала пасху одна понимала что нужно веселиться и радоваться с мои мои глаза не не осыхали они были постоянно мокрые я помню вот этот вот сам вот это вот богослужение я включила и вот это вот радости так ты начала слушать занятия ты зависаешь я тебя пытаюсь вывести на беседу в том состоянии наверно ты вспоминаешь а в общем ты начала смотреть занятия слушать и потом что ты попала в наш я на это занятие спустилась на комментарии какой-то мужчина задавал какой-то вопрос и серёжа пупков ответил а я еще посмотрела так на этот вопрос не помню даже и мой эфир в контакте и и значит я стою а я все это время я когда игнати их начала слушать не сразу но я услышала занятия какой-то я не знаю в проповеди в какой-то было что нужно 100 поклонную делать я сделала сама себе чётки из простых бусинок и вот у меня было я даже не знала что там какие молитвы были я молилась своими как бы словами но делала 100 поклонов ежедневно с утра утром вставала первое что я делала вставала на молитву то поклонов и это продолжалось не знаю сколько все это время вот сколько я помню как бы вот это я всегда делала с какого времени не ну лет наверное вот как я начала его слушать вот какой-то я услышала это что в храм начала ходить и вот эти 100 поклонов да но по-своему так все теперь понятно вот потом занятия пупков сергей там комментарии и я ему звоню а я сначала пыталась игнатью тихонычу позвонить на skype и там видимо несколько адресов я попадала не туда не смогла с игнатью тихонычем и а сергей позвонила сразу тут в контакте сразу спустилась и ничего не искала просто набрала он не сразу не ответил перезваниваю я позвонила через какое-то время он не говорит меня все осуждают несказывание что я прям неправильно с тобой разговаривала что не буду знаешь брат наверное тогда надо было ролик записан ты там плачешь там тоже страшное дело но в конце концов я все таки успокоилась мы его оставим там в описании под нашим под нашей беседой вот ну и так ты начала то есть ты в skype попала начала на занятия ходить правильно да и как раз тогда уже началось вот эта эпопея коронавируса и занятия шли очень часто и я прям все это время я все я окунулась и больше уже не выходила я постоянно вот откровение вот это каждый день у нас были занятия да я каждый день я всегда постоянно там и все и я до сих пор пропал сколько сколько времени продолжается я вот skype вот так закачала и вот все у меня другого нет ни одноклассников ни контактов ничего нету так иногда захожу но так ты поняла что ты не крещена да и как ты на крещение-то попала еще из проповеди давно давно но в храм ходила и причащалась нет вот наверное это пришло у меня и перестала вот наверное когда-то вот вот этот момент когда я приехала когда Тихон еще он мне задал вопрос все-таки я говорю так вы ведь такой горячий как вам ехать он говорит так ты так и скажи что ты была не готова я такая я понимаю мне приходит это правда это я была не готова правда так ты прилетела на крыльях прям дочку схватила и уже уже тут так неожиданно это получилось это получилось прям знаешь как-то все как-то спонтанно к ходу вот как-то да тоже Вячеслав говорит позвоните мне кто хочет покреститься а я такая думаю а у меня такое сомнение у меня да я не достойна вообще какой-то мне что там я вообще кто я вообще такая да что там какой-то это самое позвонила Вячеслава он говорит я данные все передам я значит с таким тоже еще внутри у меня там все значит дребезжит звоню ему а он мне говорит все я вам отправляю как-то он сказал паршрутку паршрутку да выявить мне наверное что-то там пытаясь что достойно или я там что-то наверное не знаю даже рано не рано не рано что там и все приезжаю потом второй раз поехала потом третий третий вообще не было я знаю что у меня были такие сомнения мне кажется ты там прямо это часто часто в этом году была что раза три точно нет два раза была по отношению второй поездки у меня были какие-то знаешь ну такие первая поездка у меня знаешь у нее прямо там тоже где-то у меня есть можно ты же около месяца прожила там да да пока отпуск позволял я там прожила первая поездка прям была такая знаешь прям все там ложилось передо мной я переступала и шла знаешь прям все рушилось передо мной и я знаешь на пролом прям там препятствия да ну если говорят дело не терпит препятствия значит оно богу не угодно значит второй раз второй раз еду меня все все отпускают все такие вот самые я там что-то я такая еду и думаю знаешь ну братья тут меня подхватили на поезде знаешь я так еду знаешь и они проповедуют там что-то знаешь ну прямо вообще все как будто знаешь картинка приезжаем туда и там как бы все как бы это там что-то как-то и такая знаешь уже обратно возвращаясь и думаю интересно почему такое отличие но тебя господь послал они ехали вчетвером да по-моему да вот и там сестры то не хватало не накормить ни посуду не помыть не убрать да я уезжала я прям переживала я ну и я сельский из жителей я понимала что насажено очень много а рук-то рук-то я когда уезжала я сказала если нужна будет моя помощь я приеду и помогу покопать картошку это были мои слова и я как бы поднимаю уже что проговорила как бы и все я понимала что собирается только мужской коллектив что только братья что кому-то нужно их там поддержать что кому-то нужно все-таки но они молодцы они они вообще молодцы что там говорить моей там роль и так было столько поскольку и картошки там как бы не урожай было я-то ожидала Алтай житница ну картошки там будет валом под этой под травой то ее там не видно я бываю эти моменты когда мы ухаживали она как бы ну как я своим взглядом как бы опыт где-то есть за плечами думала что будет нормально но все-таки вот эта вот жара она видимо ну забубила и может быть сорта какие-то подвели там дождь был там дождь был когда я приезжала обязательно мне выезжать а там Ливий и я сам этот ой натерпелась страху и вообще и тоже на Ангеле только выезжала но там просто вот невозможно выехать там ни дорога ничего нет едешь рулишь она сама просто едет там где-то не ест ну это конечно это увидеть потеряя девку и умереть про Париж говорят так это здесь особенно когда вот эти журналисты приезжали они как раз после нас мы несколько дней у нас там получилось что мы никак не смогли встретиться ну вот приезжаю я домой и тут начинается самое интересное после второй поездки после второй поездки я когда вот эта вот мысль меня посетила значит в поезде я возвращалась уже мне интересно никто никто не знает даже что в следующую секунду с ним будет и самое интересное началось какая мысль тебя посетила ну что нет препятствий значит не совсем все ладно сопротивления нет значит правильно ли правильно ли я в первую то поездку была уверена что я все правильно делаю что самое а тут напросилась да а тут прям полетела ли она со всех сторон полетела со всех сторон я не успевала оборачиваться летела так что в зубах кровь стыла я такого давно уже всякое было но в смысле испытания на тебя да навалились на работе со всех сторон из танка и чего только там не было все все было и пытались на меня оформить кредит по своей знаешь доброте как всегда и наивности я чуть не залезла но вовремя как-то это все у меня и дочка у меня тут в раздрайве тоже все было все было со всех сторон полный букет и я не то не то не то ну как там не знаю все это еще продолжается как бы потихонечку но уже не так все все с твоей помощью разрешилось да я уже понимаю что это так должно было быть так твое душевное состояние после после того как ты попала в нашу в наше интернет-сообщество расскажи я сейчас вот недавно буквально мне сказали полностью изменилась ты не та которая ты не та ты была другая я когда услышала слова я говорю правда у меня такая радость была ну ты говорит не то что ты вообще как будто другая не то что ты там как бы облик твой да и как-то это ты другая внутри другая ну ты я обрадовалась обрадовалась этим словам очень обрадовалась я понимаю даже если что-то я делаю не так сейчас да я один раз с православными общаюсь и не значит отправляют мне понимаю что-то без работы что-то мне такое акафист какие-то отправляют значит мне что-то я по честности знаешь что-то набираю что-то ищу начинаю читать начинаю читать что-то сколько-то прочитала такая и мне мысль прям знаешь не то что просто а как-то кувалдой Оленька ты семь раз стоишь на дню на молитве воздеешь руки разговариваешь с именем с Господом какие тебе акафисты Оля какие акафисты ты о чем прямая связь с Богом какие акафисты о чем ты я такая раз сразу положила все и на молитву и все и меня вызвали я сколько-то времени сидела без работы меня вызвали на работу сразу тяжелая работа но там очень много людей которым можно благовестовать да ну у меня как бы с этим маленько пробуксовка но я стараюсь работать над этим не все сразу да будем ну я вижу твоё радостное лицо я думаю что никаких у тебя прежних состояний уныния там и слез не осталось все с Божьей помощью получится у нас будем друг с другом общаться держаться друг за другом молиться самое главное опять картинка исчезла появилась такое приходит все-таки понимание или пришло я не знаю я не совсем себя могу оценивать как бы но я знаю что Господь меня не покинет я верю в это я знаю это пока я не отойду от него ничего с ним не случится а если что-то случится значит это во мне будет во благо и сейчас понимаю что что бы со мной не происходило этому это во благо значит кому-то нужнее чтобы я была там чтобы он меня вот увидел в этом платке в этой длинной юбке таскающей вот эти вот коробки или что-то там еще там что-то я не знаю значит я там нужнее значит кто-то нуждается в том первом взгляде в котором я увидела вот в этой женщине вот это вот там мир наш платок это наша корона это наша проповедь наша благовесть благая весть о том что мы христианки мы знак покорности перед Богом держим у себя на голове для ангелов я знаю что первый раз мне объявили что какая должна быть форма я весь день ходила я мучилась я ведь вообще уже давно не хожу в штанах-то вообще мне тут объявляют что надо какие-то эти ну что там жарко и надо что-то такое бриджи какие-то я значит что-то там нашла я хожу в платке ну я так посмотрю на себя ну как в голове понимаешь я не могу без платка сейчас ходить потому что я как будто я не знаю лысая или как я не знаю как это я постоянно первым делом я ложусь в платке если даже во сне у меня там где-то он спал я утром просыпаюсь и первым делом где он так раз начало и все потом уже можно там да-да-да пяно ложить без платка я не могу точно-точно и все на следующий раз я там думаю я себя уже не в том возрасте так себя насиловать думаю ну быть как будет ну скажут уже снять значит я сниму прихожу юбка в пол это ты про работу про работу расскажешь помню эти первые взгляды сейчас они уже ко мне все привыкли первые взгляды ловила какие-то там может быть усмешки или что на меня это уже не важно все и все они все покорились поленит перед королевами в короне я шучу конечно не знаю как там у них что-то у них там свое мне мне закрыто все там что-нибудь как дочь твоя дочь ну вот слава богу четверть закончена с богом с богом отношения наложилось ну всяко всяко но понимаю что у каждого себя себе и я должна сначала договориться не договориться но принять как это понимаю что у каждого у нас свой путь господь ведет каждого своим путем понимаю что его любовь к ней ну ни в коем разе не больше не меньше моей думаю что он ее больше любит чем меня и полагаюсь на господа молюсь и полагаюсь на господа ну дай бог вам помогаю вам господь ну слава вечерняя у нас молитва скоро будет будем прощаться благодарю тебя за твое свидетельство очень твои яркие светящиеся глаза вдохновляют и улыбка да сразу видно что с богом в душе спаси тебя христос слава иисусу христо в веки слава ангелы хранителя люблю тебя